Уже прошло много времени, но слушайте, я сегодня такой везунчик, не могу с вами не поделиться Вообще, девиз моего сегодняшнего дня, да и не только никогда не сдаваться, стучаться во все двери, просить о помощи Я приехала забирать свои документы, мне сказали, что даже билетиков на очередь уже давным-давно нет И все стоят там по 3-4 часа И слушайте, я решила просто взять какой-то билетик и постоять в очереди хотя бы в отдел с информацией Чтобы узнать, что мне делать в такой ситуации, потому что мое дело рассматривают уже 4 месяца И это задерживает некоторые вопросы и усложняет мне жизнь И что вы думаете, мне их выдали без очереди, только потому что я спросила, рассказала о том, какая у меня ситуация Что у меня все просто и я только жду выдачи документа, пластиковой карты, это вид на жительство на 10 лет, который автоматически будет возобновляться И теперь, наконец-то, многие проблемы будут решены, я так счастлива Вот, так что, девчонки А, еще, знаете, сегодня я приехала домой и в очередной раз, блин, курьер просто забросил посылку Закинул ее за забор и все, она бедная лежала на снегу Это очень неприятно, потому что что-то может разбиться, что-то могут украсть И вообще, как это так? Приезжаешь, оставляй авизу Это у нас называется, такую бумажку, что вам пришла посылка А так вообще непонятно Праздник продолжается Загадочная коробка от Даниэль Веллингтон Я постоянно хожу в их часиках И не забывайте, что у вас есть скидка 15% с моим специальным промокодом Они очень классные, и я без понятия, что здесь, потому что я ничего не заказывала Открываю Поздравление от компании Даниэль Веллингтон Спасибо огромное Я уже несколько лет являюсь их амбассадором С удовольствием ношу их часы И, честно говоря, я на улице их не так часто встречаю Меня не смущает то, что они есть у всех блогеров Часики классные, качественные И вы сами постоянно можете их наблюдать на моей руке Даже когда я их не упоминаю Видео, они часто на мне Но знаете что? Теперь я еще больше злюсь на курьера Как он мог так обойтись с вот такой безумной красотой Это живые розы, представляете? Иногда я вижу у блогеров такие посылки Но обычно они ко мне не доезжают Поэтому я вообще в шоке Спасибо большое, хочется их понюхать А что здесь? Я ничего не заказывала? Класс! Это такие же часики, как сейчас на мне Вот, это такая же модель часиков, как у меня Наконец-то мне удалось ее заснять Так, чтобы ничего не засвечивалось Но у меня диаметр чуть больше И мне нравится, как эти часы выглядят Именно с браслетом Хотя можно носить по отдельности Я также оставлю вам ссылку на набор Сразу в подарочной упаковке И девчонки, они представлены еще и в серебре В черном цвете И 28 мм На изящной руке Смотрится еще более утонченно Я, честно говоря, даже подумывала себе ее заказать Но как-то стеснялась попросить Поэтому спасибо огромное За такой подарок И буду выяснять с курьерами Чтобы больше таких ситуаций не было Что теперь придумать, сделать с розочками Жалко их так оставить в коробке Наконец-то наступила пятница И едем в Закапаны всей семьей и с мамой Я обещала вас взять с собой в горы Потому что мы очень давно не были Соскучились И по дороге мы заехали в один из наших Любимых ресторанов Он называется Вильджи Бут Он находится прямо у дороги Поэтому если вы соберетесь ехать В польские горы в одни из То заедьте обязательно Здесь настоящая такая польская кухня Нелегкая, скажу вам сразу Но очень вкусная И мы сюда приезжаем уже много-много лет подряд Здесь проводят свадьбы Кристины Празднуют Новый год И мы сюда приезжали еще тогда Когда было маленькое помещение Сейчас они прям расстроились У них классная летняя площадка Камин сейчас еще никто не разжигал Потому что нет посетителей Мы первые Посмотрите, какой декор Телевизоры Радио Старое Это все настоящее Типичный польский завтрак Сыры, колбаски Яйцо Масло Масла нет еще Сейчас, наверное, принесут Для маленьких сосиски Чтобы они все съели Яичница для меня И вот этот творожок Они, я вам говорила, творог мешают даже С рыбой, с консервой Но это именно С зеленым луком С солью И, по-моему, с перчиком Очень вкусно Конечно же, кофе Потому что без кофе никуда Яичница Папа И Игнат Вон Сейчас папа меня просто шокировал Заказал себе кровянку На завтрак А вот и масло есть Все в порядке Очень вкусное хлеб Да? Знали бы вы, как это вкусно Настоящий хлеб С настоящим маслом И с настоящим джемом Мы сейчас приехали в горы Это рядом с местностью Хо-Хоу Там, где мы были в бассейне Я тоже, по-моему, снимала Немножко для вас И здесь такая горка В следующем году Буду учиться кататься Я не умею Но сейчас хотим просто покататься На санках Здесь вот какой-то ресторан Мама в лыжном костюме На лыжах мы не катаемся Но зато в костюмах все А папа свой забыл Точнее не забыл А его брат ему просто не вернул Катался на сноуборде И не вернул Поэтому папа в джинсах Посмотрите, какие малыши ездят Все, я вижу, что папе Въехали на амбиции Как говорят поляки Все, теперь на следующих выходных И мы будем тут ездить Нанимают тренера Или родители сами учат Но я как раскоряка тут буду точно Что делать? Никогда не поздно учиться И в Польске В Польске Ахе Субтитры сделал DimaTorzok 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 прикольный так называется это место вот в меню написано и кому надо тоже сайт номер телефона смотрим что здесь можно съесть пиво сладкое с медом теплое какими-то приправами а глиндзе кофе холодный да это не задолбали лично подают маме холодный кофе или какой-то сильно разведенный рыбный суп так а это а это мальчики будут есть росу то есть куриный бульон лично подают его без этого без мяса я конечно все понимаю что ради клиентов посетителей разные развлекалочки но мне честно говоря жалко то есть сам себе ловишь рыбу две и жарят там не знаю делают уху из нее но я пью только кофе девочки а теперь наверное многие мамы ужаснуться дело в том что это стандартный набор для ребенка в польши и если вы приедете когда-то сюда и увидите например у летнего ребенка который будет есть картошку при это как бы нормально вот не знаю почему они так не следят за питанием папа все-таки хочет есть рыбу это парень кстати в ресторане у нас не никогда мамы не закажут картошку при украинцы работают слышно но ресторан не советуем днем лес посмотрим и елки там очень красиво так соскучилась за снегом не по снегу да правильно идем каждая горка нужна едете мам что они тебя не сбили захар едьте скорее кажется волк выходит там я мам кнопы одеваем перчатки стоп зашли в лес вот буквально только в начале посмотрите какая красота хочется сказать девчонки выключайте компьютеры и все быстро в лес надевайте все самое теплое я потрачу время ценное буквально несколько секунд но блин хочется чтобы люди начали ценить такие простые вещи вон там смотри какие ели большие там снегом идем домики характерные для закопанова такая архитектура игнаш вставай ребенок и ест снег и лежит в нем и вообще просто даже вам словами не передать до ребенку не хватает снега так наш это не вода песок он плавает в снегу песок как плываешь? зуб орла зубет орел 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 и хорел но еще раз ничего вкусного кроме гофров и никаких нибудь пончиков Вы не купите, и то надо знать, где их купить. Ну, так, здесь какие-то магазины, честно говоря, делать здесь нечего. Мы взяли санки, но, как видите, все расчищено, и даже не особо удобно здесь на санках. Так что мы предпочитаем приезжать в какие-то другие маленькие такие деревушки, а в Закопаны раз в несколько лет. Ну, конечно, если вы специально приедете сюда, то стоит один раз пройтись. Ну, сейчас вот построили, что это такое, я даже не знаю. Или торговый центр очередной, или какие-то апартаменты, ну, такое, короче. Обязательный пункт, но, наверное, мы съедим вафли. Гофры, это по-польски. И это то место, куда мы раньше приходили, ну, я без понятия, что и как сейчас, потому что название изменилось, и я надеюсь, что на вкус все осталось таким же. Мы сейчас с Настей приехали на бывшую табачную фабрику. Вчера здесь был мой муж на мальчишнике. Ну, у них просто были посиделки. И здесь очень много разных кафе. Муж сказал, что вообще просто потрясающее место, поэтому мы пришли позаглядывать и что-то поесть. И отпраздновать прошедший день рождения. А, точно! Я когда-то хотела устроиться не на фабрику, но в отдел продаж Филипп Моррис в Кракове. Но это было очень и очень давно. И хочу вам сказать, что мне кажется, что здесь вечером одна большая тусовка. Особенно летом. Настя подтверждает мои слова. И, по-моему, я догадываюсь, чем занимались вчера тут ребята. И почему Томек спит в 2 часа дня. Типа сидит с детьми. Немного краковских кафе. Настя делает мне экскурсию. Интересно, я никогда здесь не была. Вкусные тарты. Но больше меня интересует, как бы, интерьер. О, Настя, шумая. Номера. Потому что очень много людей. И невозможно произнести эти названия. Это просто много. Это пив-бар, да, какой-то? Пап, типа? Ну да, пиво. Они свое пиво наливают. Видишь, у них там большая... А, вот, посмотрите, много таких штук для... Для того, чтобы наливать пиво. И Настя говорит, что много видов. Вот так живешь рядом с Краковым и вообще ничего не знаешь. Вот модные стулья. Интересно, они удобные. По-моему, это даже круче, чем Казимеш. Ну, более такое молодежное место. Ну, я себя чувствую каким-то розовым созданием в этих местах. То, что здесь все такое альтернативное, или это только впечатление. Знаете, первое такое. Я уже вижу пьяных людей здесь вечером. Пусто. На маленьком столике? Пусто. Мне нравится такая лампа. Давай за маленьким присядем. Давай. Белое горячее вино. Ну, такое. Пока непонятно. На вкус, а на вкус? Была, не была, Настя, залпом. На раз, два, три. Сейчас. Я надеюсь, твое лучшее. Ну... Хочешь поменяться? Нет. Ну как? Я как... Настя, оно такое же на вкус, как и на рис. Но у меня есть апельсинка. Ну, я надеюсь, это спасает ситуацию. Я попробовала только пьяную, я не знаю. Я очень надеюсь на то, что мы съедим вкусно. И самым приятным впечатлением мне не останутся вот эти вот лампы. Это гуляш. Мечта огородника, Настя говорит. Нет, это у меня. Ну, приятного аппетита. У меня пахнет вкусно. Вкусно пахнет. Ну ладно, теперь без иронии. Ты всегда так как придумаешь. Сейчас. Это, наверное, очень посвязано с отдыхом. Это путевка Алкатура, о котором ты мне писала. Пишла. Взяли кофе с собой. И сейчас пошли прогуляться по вечернему Кракову. Вот так, в принципе, выглядит зима в Кракове. Один день снег, а дальше всё тает. Туристов не слишком много, но уютного ветра нет. Гуляем, рассматриваем кафе, красивые витрины. Конечно, идей просто масса. И если даже открываешь что-то своё, то надо просто превзойти себя, наверное, чтобы открыть что-то такое универсальное, уникальное. А это Настя. Что такое? Настя мне рассказывает. Тут это, тут то. Ой, по-моему, это цветочный магазин. Он здесь уже очень-очень давно. Да, они всегда прикольные украшают. Это ко дню Святого Валентина. Мы не будем праздновать. Я просто бойкотирую этот праздник. Я не знаю, который час. Я вечно потерянный человек. Кстати, я очень плохо... А, с 7 часов вечера я очень плохо ориентируюсь в местности. И рассчитываю на то, что Настя отведёт меня обратно к машине. Сейчас мы пришли в центр Крахова, на так называемый рынок. Здесь раньше были торговые ряды. Помните? Я вам много раз уже показывала. О, я надеюсь, вам слышно, как трубит. Вот ещё раз посмотрим на костёл Мариатский. Кареты с подсветкой. Даже мне очень нравится, Настя. Вот говорят хорошему, быстро привыкаешь. Но каждый раз приезжаю и нравится здесь. Продолжение следует...